Ну вот такое вот начало первых выездов В общем снег, сантиметров десять Мы ехали по колене под снегом Типа такая полуналедь, полузамерзшая земля И как вы понимаете, ничего не может сейчас в таких условиях ехать ни один мотоцикл, если он не на шипах А эта хреновина может ехать И в принципе, сейчас мы вам как-нибудь попытаемся даже этот чудесный процесс показать К сожалению, нет крепления на шлем Поэтому как-то сейчас со стороны что-то нарежем Но эта штука может ехать по снегу даже на абсолютно высшей резине И сейчас мы вам будем это показывать Ну худо-бедно что-то попытаемся В любом случае это будет интересно Так как такую технику в России, не знаю, вот у одного меня она Может еще у кого есть, но никто вам о ней не расскажет А я что-то попытаюсь рассказать Тем временем снег Ну вот если посмотреть назад Ну, сантиметров 10 есть на самом деле И он вчерашний такой То есть снег лежит на резиной корочки Мы на первой передаче И наша резина Ну вот такая вот, ее нету Давление в колесах Это вывернутые золотые пти И так, еще вот тут пару кружочек наверну В принципе, увидите, как оно Ну, в теории может ехать Продолжение следует... 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 Я не знаю, как передать крутизну этой горки Но как бы, ну, ни хрена себе, наверное Сейчас давайте еще разочек заедем Чтобы вы воочию еще раз попытались понять, ну, что это за штука Сейчас развернемся и погнали Прошло, обратите внимание Оператор, вот, посмотрите Какая, собственно, у нас почва здесь И, ну, как бы, оно скользит И оно ни разу не гладенькое То есть, вот я вот тут уже укатал снег Ну, давайте теперь поднимемся наверх И посмотрим, как это все выглядит снизу вверх теперь Вот, видите, как бы мотор вроде просаживается Но при этом ты просто крутишь ручку И он все равно заезжает Потому что полуавтомат Я не знаю, в каком он состоянии Но работает он вот пока что прекрасно Масло клоу залито 90 на 75 То есть, это прям гудрон-гудрон И есть проблема с запуском на холодный обороны Что у тебя половина хода кикстартера в пустоту Потому что шестерня по валу из-за густоты масла не проходит Но, как бы, вот, имеем, что имеем Ну что, давайте еще разочек заедем А потом где-нибудь вот здесь еще мы в окрестностях покружимся Знаете, что еще интересно? Я вот только сейчас, по сути, заметил А при спуске, сборке, даже вот на скользком Его не складывает вот так, как обычный мотоцикл Вот А вот как-то он просто едет и едет И вот, скорее, вот, говорю, как на лыжи влево-вправо Но вот жопу не опережает перед Фух Что-то немножко даже подустал Ну давайте еще чуть-чуть покружимся Да и будем заканчивать Уникальная возможность Мы можем снять До стороны, что такое эпиквилл Потому что механ на него валит Ну вот, смотрите Что можно на маленькой пропеде делать Я, как бы на 2-3, не сказать, что сильно успеваю за ним Мы оба на лысой резине Но вот тут я уже чуть-чуть раскатали Он ускоряется, я не успеваю за ним И подо мной он на 2-й не вытягивает А под механом он не так вытягивает На эту звенду на 13-ю махнуть С 14-ю и будет вообще хорошо А с того, что на нем вообще 15-я стояла Не очень понятно зачем Ну вот так вы разнообразили Неожиданно вставочкой В контент А вы там смотрите Это, наверное, еще не конец видео Потому что это ставится Смотри, что творит Я не знаю, как он едет Я на нем не могу так ехать А он просто хреначит, как будто на улице лето Меня бы уже развернуло 40 раз Вот так вот А ты там вообще как шума летишь Ну вот это уже почти нормальный Полноценный отзор Над рука замерзла тельбет На улице градусов 70 Тут, если что, такой участок земли Я его только этим летом Ну, расчистил от бурелома То есть там листья Вот эта вот рыхлая земля лесная Тут прицепляться нечему И снега Вопрос, сколько снега Ну, 10 сантиметров Он все равно пытается ехать вперед Он все равно пытается ехать вперед Мне после этого становится даже интересно А что будет, если, например, ту же самую Yamaha TV взять Которая, в принципе, является наследником бигвиллов У нее вроде задняя покрышка здоровая Можно тоже бахнуть давление по нулям Но переднее колесо на ней уже маленькое И, наверное, такого эффекта, как с бигвиллами Уже не будет Фу! Я что-то подустал на самом деле Наверное, мы закончим эти все съемочные истории Когда-то, когда я этот мопед доделаю до конца Ну, в смысле, всю внешку И там какие-то технические моменты Наверное, будет полноценный такой обзор Кто ты, что ты, из чего ты сделал И так далее А пока что вот Ну, имеем, что имеем, собственно Чуть-чуть показал Чуть-чуть покатался На этом, наверное, все Для первого реально боевого выезда Первых дней боевых выездов Этого более чем достаточно Фу! Ну, а с вами была мастерская Панк Мотогараж Я Сергей Панкратов У меня на этом все Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok